переда назад перед этим еще двумя днями раньше было начался сыпаться жидель это особая вещь и рассказал для северо-запада это находка пусть мелкие были подвое которые выдержат эти самые сыростилий как самостоятельная культура потому что вспоминайте я вам уже показал фотографии где она крупнее чем у меня из косточек то есть вот это же уже гибрид вот рядом такие роскошные абрикосы растут даже видно вот левом углу вот видите в левом верхнем углу вот уже сосед это супруг один из них вот там посмотрите видите вот это подосыпано абрикосы вот там и вот я почему говорю приезжает ко мне допустим телевидение надеюсь приедет вот я расскажу историю этого абрикоса на самом деле он огромен ни одна фотография не может передать его размер вот здесь учитывая половина футбольного поля расскажу что такое чашеобразной формы естественно не искусственно расскажу почему они замерз у меня и так далее так далее и тогда я решился у меня была особо случая с вами как с друзьями делюсь своими планами это очень важно первый день было кровь на ведро второе дело ровно ведро начинал сыпаться а до 2 это третий день вот я уже сфотографировал вот но ночью ветер и получилась такая картинка вот и тут то я и сообразил господи что же я это думаю это я же в телевидении когда приезжала собака я зафиксировал мировой рекорд поколновидным яблони я никогда не разменившись на мелочи я говорю мировой рекорд поколновидным яблони это во мне это самое не три яблочка я потом как покажу рекламная фотография штук восемь растет плодоносящая да а на восьми колновидных яблони размером с метра я насчитал на восьми девять штук яблок не 9 ветер как обещают а 9 штук и это фотография рекламная честные люди купите восемь этих самых и вас будет 9 яблок год вот и вот придумал я опять же все это на любимое занятие то есть колновидные сорта это вот это особая тема и вот получается что пришло 23 24 и сегодня 25 число и тогда я с этого 22 сказал ребята мне подходить и не нужно халтурить и нужно посыпать здесь на дереве гигантское количество плодов вот то что осыпалось по моим расчетам это процентов 10 вот это и те люди приезжают и дальше я делюсь с вами почему нужно или на станции винить потому что мне нужны свидетели такого уровня научного агронома является сам ведущий это телеканала куда все и что мне нужно от них здесь будет засыпано а сегодня когда я взял и снял маленький фильм у меня одно дерево вылезло на улицу прямо на дорогу и вся дорога поднялся органы ветра я пусинка включил это самый и вот они сыпятся от ветра сыпятся а я снимаю дорогу завалил эти вот так же априкосами но это с другого дерева вот и я представляю я не стал уже уже садились машину я не стал возвращаться и смотрю что делается когда уже 23 упали 24 упали сегодня фотографию делал потом покажу и еще после этого ураган и ветер и еще будет 26 27 28 29 и когда 30 мы к нему подойдем камеры есть будет стоять 10 15 пустых вот я предложил сюжет вот я еще знаете время еще осталось я попрошу что брата волшебника и владимировича именно вот с этой все что я говорил глядя вот эту фотографию чтобы он вырезал отдельный кусочек вебинара я прошу куда сил подготовить морально потому что может это вообще может это будет считаться рекламой изобретят показывать или вырежут и этого не знаю но представьте себе сколько здесь будет это все будет все уже желтым цветом 1 тонна вот концу когда все осыпется а может не все а потом кусочек из этого таким нити сегментом вот таким треугольником центру будет собрана с этим расчетом чтобы черный чистое пятно выделялась так чтобы видно было какой процент собрали здесь ветер какой процент примерно от оставшимся рассыпалась равномерно вот примерно такую картину зафиксировать примерный рекорд носил ведра уже было это было несколько лет назад вот а это для чего нужно да это самомнение там вы не лыком шиты да чтоб не говорили что у нас это самое абрикос состоит с какого-то года прошлого века было запрещено ими заниматься как без перспективными не умеют посадить так чтобы она была и не на поверхности а ведь я же предец а я же буду как раз учить этому садить или шкозы с кем буду учить садить а значит надеюсь в россию а сам переживаю а может и не покажет вот вот так вот я с вами поделился пусть я потерял 10 минут и и и и и